Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Ну что, на скотч мы никому приклеивать не будем, наоборот, так сказать, дадим волю, чувствам и мыслям. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ в студии, как обычно в это время, Влад Кутузов. Валерия Майорова, всем доброго дня, друзья. Ну и прямо сейчас у нас стартует традиционная для этого времени программа под названием «Наука и технологии». И в гостях у нас, как мы обещали, в конце прошлого часа научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея Ольга Артемова. Ольга, добрый день, спасибо, что пришли. Добрый день. У нас уже не первый раз, насколько мы понимаем. Второй. Да, это прекрасно. Слушайте, давайте начнем все-таки с истории. Мне кажется, это немаловажный момент, интересный для многих. Когда вообще возникла, как возник музей, почему? У нас интересует обстоятельство, с чего начиналось. Хорошо. История нашего музея насчитывает уже 111 лет, то есть дата его основания считается 1907 год. И возник он по инициативе одного человека, нашего основателя, первого директора Александра Федоровича Коца. Только его такое идейное вдохновение, его преданность вот этой вот теме музея позволила создать первый в России естественно-научный музей, посвященный эволюционной теории. Первый в России, вы сейчас сказали. Да. И в настоящее время он тоже единственный в России музей, но не естественно-научный, а именно естественно-научный, который иллюстрирует разные аспекты именно эволюционной теории. Он и называется Дарвиновский музей, потому что посвящен эволюционной теории Чарльза Дарвина. Не потому, что его Дарвин создал, как нам говорят, не потому, что он был его спонсором. Хотя, может быть, кому-то и хотелось, да? Да, но внук Чарльза Дарвина был в стенах нашего музея. И как он оценил внук, кстати, раз уж мы немножечко ушли от темы. Ему очень понравилось, и у нас, как на входе стоит скульптура Бюста Чарльза Дарвина, он даже сфотографировался и фотографию на память себе забрал. Слушайте, а вот когда было начало, когда он был основ... Это было в Москве все? Это все было в Москве. А это было на том же месте, где он сейчас находится? Вот в здании музея, которое сейчас на Вавилово 57 стоит, открылось только двери для посетителей, открыли в 1995 году. А, ну и совсем недавно, получается. Да, с 1974-го шло строительство, а до этого мы приютом, стенами, обязаны московским высшим женским курсом. Еще с 1907 года Александр Федорович там преподавал. Это такое учебное заведение для женщин, где они получали аналог нашего высшего образования. И именно в стенах этого учебного заведения хранила вся коллекция. И только вот спустя 88 лет удалось создать отдельные такие достойные стены и перевести всю... Ну а скажите, вот когда он был на старом месте еще, да, это по масштабу, по размерам было так же все вот фантастически, грандиозно или было поскромнее всего? Но в настоящий момент коллекция нашего музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов. И сейчас у нас есть достойное хранилище. В то время, конечно, их было меньше, но примерно масштабы, конечно, впечатляли. То есть за первые несколько лет работы музея он накопил более тысячи экспонатов. То есть и вот сейчас мы приращиваем где-то 10 тысяч экспонатов в год. Ну вот примерно такими темпами растутся. Слушайте, ну давайте вернемся к первым годам работы. Все-таки мы говорим экспонаты, экспонаты. А какие это были экспонаты? На что приходили люди посмотреть? Как и сейчас, у нас естественно научный музей широкого профиля. То есть здесь можно встретить различные природные экспонаты, объекты. У нас есть ботаническая коллекция Гербари. У нас, конечно же, обширная зоологическая коллекция. Это и чучела птиц, зверей, рептилий, кого угодно. Это и коллекция редких книг. У нас более 8 тысяч редких книг. То есть никакого доступа обычным людям к ним нет. Они находятся в специальном хранилище. Это и огромные фонды ИЗО. То есть картины, скульптуры, графики. Это и мемориальные предметы, это и археологические предметы, и палеонтологические. То есть все, что касается биологии так или иначе, все мы можем найти в нашем музее. А почему простым людям нельзя доступиться к этим книгам? Потому что очень редкие, очень старые, и большое количество посещений, большое количество моментов эксплуатации, конечно, их повредит. А есть там какие-то знания, которые, вот так вот скажем, не найдешь в интернете? Какие-то, может быть, не знаю. Есть. Есть, да. Травоварение. Сейчас неожиданное вопрос был, Валерий Никитарь. Нет, можно найти всякие такие очень даже неожиданные темы. Для нас музей преподносит сюрпризы. Но мы показываем редкие наши объекты на временных выставках, которые работают два-два с половиной месяца. Мы вот такие вот интересные, особенно, объекты стараемся демонстрировать, конечно, нашим посетителям. Но все потихоньку, не все сразу. Слушайте, а вот если вот так вот прослеживать, ну просто вот взгляд изнутри человека, который всем этим и занимается. Многие травы и растения, существовавшие тогда, в начале 20 века, как я, видишь, я соображаю похваление. Уже перестали существовать сейчас или переразились в какие-то другие растения? Ну, если говорить о растениях, то на территорию нашей климатической зоны такого, конечно, нет выбирания видов. А вот, например, тропические леса, где идутся активные вырубки, или даже на территории нашей страны, где идут какие-то интенсивные хозяйственные деятельности, или строительство, или еще что-то. Да, некоторые виды, они, конечно, могут попасть в статус редких, а если это были редкие виды и росли только на этой территории, и мы ее как-то используем сейчас в наших промышленностях или хозяйственных целях, они, конечно, могут выбирать. Если у тебя были какие-то сомнения, теперь это не должно быть уже. Скоро будем ходить в музей, чтобы посмотреть на какой-нибудь, я не знаю, папоротник. Ну что, продолжим мы. В истории как-то чуть-чуть мы зашли. Ну, значит, в 90-х годах все-таки въехал музей в новое здание. Въехал. И вот там вот зажили с большим таким размахом. Да, развернули очень большую деятельность. Связанную и с временными выставками, и с выставочными программами. То есть мы теперь стараемся не просто показывать что-то, но еще делать какое-то такое интересное сопровождение, чтобы человек, который пришел, может быть, растерялся в этом большом количестве экспонатов информации, мог найти именно для себя что-то интересное, обратить его внимание на различные экспонаты или какие-то интересные моменты в той или иной теме. И для этого у нас есть множество как раз вот приемов, форм и технологий, которые мы используем. То есть у вас есть и экскурсии, и квесты, и что еще, перформансы? У нас есть все. А давайте об этом подробнее, потому что многие люди думают, что музей... Это скучно! Ну, это пришел, посмотрел и ушел. Максимум послушал какую-то экскурсию, да? Слушайте, я прям быстро вот сейчас вас всех перебью. Я просто хотела рассказать, как интересно меняет экскурсовод все восприятие музея. Когда ты приходишь, ты смотришь, ну, лежит какая-то ложка вилкой, думаешь, ну что, у меня дома такой ложки вилки нет. А когда себе приходят и говорят, императрица Елизавета Вторая любила этой вилкой, там, я не знаю, яичко по утрам ковырять, ты сразу прям вдохновляешься, ты понимаешь, что ты причастен к чему-то совершенно уникальному и великому. Вот. Ольга у нас сегодня в гостях Валерия Майорова, мы послушаем ее лекцию о музее и обо всем остальном. Нет, она говорит действительно дельную вещь, потому что у нас есть, ну, понятно, яркие такие экспонаты, которые сразу привлекают внимание, ну, чучело, слона, невозможно не заметить, жирафа в экспозиции. А попугаи какие у вас потрясающие? Яркие попугаи, конечно, райские птицы, а вот стоит рядом витринка с какими-то невзрачными животными, туда уже человек не подойдет, а это редкая коллекция каких-нибудь аберративных животных с нестандартной окраской. И все, и проскакал мимо редчайших ценностей. Ольга, а давайте, кстати, объясним для тех, кто не знает. К моему стаду и стыду я могу сказать то же самое о себе. Аберративные животные-то какие? Это животные с нехарактерной окраской, но в процессе эволюции у каждого животного есть окраска, по которой мы его узнаем. Лисы, рыжий, волк, серый. А есть альбиносы, например, да, абсолютно белые. Белый волк, да? Да, белый волк. Или, наоборот, есть меланисты, очень темные, у которых очень много пигмента, они прямо-таки черный, черный, черный волк. И у всех животных, у всех видов есть вот такие отклонения. А это отклонения? Это отклонения от нормы, конечно. Если мы видим белую рысь или белого волка, это ненормально. Вот никто не сводил меня в Дарвинский музей. Вы сегодня узнаете, мы отбираете для себя много нового. Я уже чувствую. Слушайте, Оль, а скажите, пожалуйста, а много ли видов животных, птиц, рыб, да, вот всех вообще живых существ остались, которые не представлены в вашем музее? Ну, это такой сложный вопрос. У нас... Не туда зашел я сейчас немножечко. Нет, у нас, конечно, многие виды есть. Многие не представлены. У нас в чем особенность музея? У нас, конечно, есть экспозиция, посвященная нашим животным Москвы и Подмосковья. Там, конечно, очень много мы можем всего увидеть близкого к нам. Но есть также центральный наш зал многообразия, в который мы можем увидеть сообщества гор, саванн, океана. Понятно, что территория у нас не очень большая. Хоть у нас и 5000 квадратных метров под основную экспозицию выделено, но все многообразие планеты мы вместить не можем. Поэтому мы делаем акцент на каких-то либо самых характерных представителях, то есть кого там очень много, либо, наоборот, на самых редких, кого... Я просто поясню, почему я спросил об этом. Не потому, что мало, а наоборот, я увидел там столько всего, о чем я даже не подозревал, что они вообще есть в природе. Ты думал, что это прям все вообще? Ну, я увидел, что там больше намного. Это точно, самое яркое, самое характерное, что приехав туда, вы уже точно не растеряйтесь, скажете, я это уже видел в Дарвиновском музее. Слушайте, ну вот мы на самом деле начали, по важной теме прошлись, но как-то показательные, показательные я хотела сказать. Я предлагаю, что сейчас мы прервемся, а потом мы вернемся и все-таки пройдемся помимо экскурсий основных, да, что есть, какие есть развлекательные программы, ведь они тоже есть в музее. Они есть и развлекательные, и есть и образовательные, для самостоятельного посещения. Ну, и, конечно, на какой возраст все это рассчитывается. Ну, там же для всех, для взрослых и дошкольников есть отдельная история, да, как в прошлый раз вы, по-моему, об этом как раз рассказывали. Хотели мы подробнее пробежаться по всяким интересным мероприятиям? Выставки мы уже начали говорить, кстати, вот просто интересно, выставка на какое время рассчитана? То, знаете, как на три часа поведут, уже поясничка болит, хочешь сесть куда-нибудь, сколько по времени бродить? Ну, экскурсия, они у нас по выставкам варьируются по времени, естественно, это зависит от возраста. Для дошкольников это 45 минут обязательно с играми, с какими-то переменками такими подвижными. Для младших и среднего школьного возраста это где-то час, и для тех, кто постарше, особенно для интересующихся, это полтора часа. То есть все по возрасту. Дальше у нас давайте квесты, да, разберем? Я хотел спросить, вот они же не общие экскурсии, да, они же тематические, да? Ну, у нас есть два варианта. Либо заранее группа какая-то записывается на экскурсии, или вы, допустим, захотели посетить музей именно с экскурсоводом, чтобы ничего не пропустить. Это можно сделать, конечно же. И есть экскурсии, которые набираются вот в течение дня. Вот сегодня у нас в 13 часов экскурсии. Все, кто пришел, все, кто захочет, всех мы берем и проводим по той или иной теме. То есть вот есть варианты. Так, а квесты? У нас проходят и квесты, но квесты, как правило, приурочены либо каким-то к праздникам, либо каким-то к датам, ну, когда это мероприятие можно на целый день организовать, и весь музей этому посвящен. Есть у нас, конечно же, и квесты. Помимо этого есть, ну, квесты, они у нас на молодежную аудиторию рассчитаны. А как же вот это вот знаменитое «по музею не бегать»? Ну, по музею не бегать, но по музею ходить, интересоваться, это можно, да, то есть тут... Это такой вдумчивый квест, да, для серьезных людей. И для молодежи у нас также проводятся разные встречи с интересными людьми. Ну, допустим, посвящена выставка чем-то, что перекликается как-то с творчеством. Мы позовем какого-нибудь творческого человека, это называется у нас арт-толки, то есть разговор с творческим человеком. Есть, конечно же, научные лекции, круглые столы. Люди приезжают, рассказывают о своих каких-то научных открытиях, либо об экспедициях. Ну, то есть настоящие ученые. Экологи, зоологи. Экологи, зоологи, геологи, палеонтологи. Ну, то есть в зависимости от темы, от какого-то мероприятия, которое у нас проходит, или от выставки, которая такая у нас центрообразующая музей, мы вот приглашаем. А вот эти лекции, то есть на них человек автоматически попадает, если он купил билет или... А, нет. Они бесплатны для посетителей музея. Потому что вы купили входной билет и пользуетесь этими плаками. Слушайте, ну, коли же мы заговорили о билетах, давайте вот расскажем, как можно и где можно приобрести билет. Там же есть два варианта. Либо в кассе университета музея, да, либо в интернете. Да, можно через сайт. Мы покупали в интернете, очень удобно, кстати. Очень удобно, да. И у нас сайт, очень хороший информативный сайт. Мы им гордимся. То есть прежде чем посетить музей, конечно, имеет смысл посмотреть, что есть. Потому что у нас есть занятия с микроскопом. Тоже от шести лет и до бесконечности. И занятия эти посвящены анатомии человека. Ну, то есть посмотреть, какие клетки есть. Ну, мы там, конечно же, никого не режем. Но вот какие-то посмотреть, какие клеточки на коже есть. Аккуратнее, потому что Валерий напугался очень сильно просто. Ну, у нас постоянно меняются клетки кожи, например. Это абсолютно естественный процесс. И взять вот так вот пальчиком на предметное стекло сделать и посмотреть, рассмотреть эти клетки. Это, я думаю... А я вам, знаете, скажу. Я один раз микроскоп смотрела, и там вот была эта штучка от луковички. Вот мы ее отдирали так и смотрели клеточки. Это школьный год вспомнилась? Она все за жизнь напомнила, понимаешь? Да, а здесь посмотреть как раз отличия функций этих клеток. Есть очень интересный цикл занятий. Это выделение ДНК. Выделение ДНК из банана. Пока что у нас есть такой вариант. И посмотреть, из чего состоит колбаса. То есть берешь продукт и сравниваешь... После этого дети выходят и говорят, что вегетарианцы будут. Это очень злободневный вопрос, кстати. Нет, кстати, совпадает с заявленным на этикетке составом. На самом деле? Очень часто совпадает. В большинстве случаев. В большинстве случаев совпадает. То есть, в принципе, вы можете сейчас как бы еще одно направление. Заявить, что вы эксперты по колбасе. То есть, первый раз... Любой посетитель у нас становится экспертом. Потому что это сам человек. Делать все эти этапы под руководством, конечно, нашего сотрудника. Но это делает он все самостоятельно. А есть ее можно потом эту колбасу? Лучше нет. Валерия, дело в том, что музей не очень столовой. Ну, а что, я уверена, что там и столовая есть. Немножечко разные вещи. Столовая есть. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну, а мне теперь очень многие вещи не дают покоя. И вот вопрос «Кто ты? Кто ты?» Мне хочется задать вот этой вот модели, которая расположилась у нас на столе. И она с Ольгой пришла, между прочим. Да, надо пояснить. Дело в том, что Ольга пришла к нам не с пустыми руками. Это скат, насколько мы правильно поняли. Это хвостокол. Но наше было удивление в том, что мы-то думали, что он вообще настоящий. Оказывается, это как называется? Муляж, да? Это не муляж. Вот муляж — это когда мы видим природный объект, и там из папье-маше, из гипса стараемся сделать что-то похожее. Вот это называется модель естественного объекта из искусственных материалов. То есть это точная копия вплоть до каждой складочки, до каждой черточки, до каждого пятнышка настоящего вот такой вот скат. Какой взгляд, да? Это вот как раз к слову о технологиях, и в настоящее время изготовление вот таких вот моделей. Это очень такое прогрессивное направление. И недавно в Санкт-Петербурге был региональный фестиваль таксидермии, где наши как раз сотрудники таксидермической мастерской выступили вот с работами. И вот похожая модель ската принесла нам, не помню, серебряную или какую-то там медаль. Я не помню, не считай медаль. Да, их на самом деле там было очень много, все работы, которые поехали туда, приехали с медалями, поэтому сложно разобраться, какая где. Вот она выглядела точно так же. А ее как-то зовут, или они у вас безымянные все? Ну, это хвостокол синий пятнистый, потому что у него на коже характерны такие вот синие пятнышки. Я бы назвала хвостя. Хвостя, хвостя не пятна. Интересно, что как раз вот такие вот модели мы используем и на занятиях, и в своей работе, когда организуем какую-то выставочную программу. И это очень удобно, потому что действительно человек может посмотреть, потрогать все, как выглядит в настоящей природе. Посмотрите, у него даже я вот... Можно я так переверну? Ага. Нужно. Так. Пузик. Вот кто нас смотрит сейчас, да, да, у него даже вот... Ну, просто да, кто не смотрит, можно пояснить, что даже на брюшке скат настолько тонкая работа, что мы можем видеть жаберные щели и ротовое отверстие, да? Слушайте, вы знаете, что приятно, приятно, что их трогать можно, потому что вот, ну, тоже в музее руками не трогать, а тут все можно потрогать. Можно потрогать, и когда ты не просто смотришь, а трогаешь, что ты делаешь с объектом, это, конечно же, лучше запоминается. И вот мы тоже работаем над этим, чтобы это было все наглядно и интерактивно. Нет, ну, похожий, скажем так, абсолютно феноменально, ведь мне кажется, даже если положить его в воду, он уплывет. Вот как-то, ну, действительно, абсолютно натурально. Слушайте, Оля, а скажите, пожалуйста, ну, скат все-таки, будем так говорить, он проще устроен, чем какие-то крупные животные, да? Ну, есть, дайновские, ну, взять слона, допустим, по такой технологии его же изготовить невозможно. Ну, во-первых, теоретически возможно, можно отлить формы. А на самом деле? А на самом деле, конечно, это не представляет собой такого особого интереса, но вот мы, когда разговаривали с токсидермистами, я тоже всегда спрашиваю, что сделать тяжелее всего? О, там, растения, животных, каких животных? Они говорят, что, в принципе, у всех объектов есть какие-то свои особенности. Если их знать, то уже не составляет никакого труда сделать что-то такое большое или что-то маленькое. Просто везде нужна действительно своя технология, свои методы, и ими нужно очень мастерски владеть. Ну, вот технологии и методы, ведь огромное количество, помимо этих моделей, там же есть и те, кто реально бегал и травку щипал. Да, есть. Ну, вот у меня тут есть фотографии, они, конечно, такие старенькие, распечатаны, но я думаю, это будет видно. У нас в основном зале многообразия стоит чучело слона. И вот, к слову, о технологии, да, как раньше изготовлялось тоже, если я его так покажу, будет видно, да? А давайте сюда, Ольга, попробуем, покажи. Да, здесь на фотографии очень интересно видно, что это слон-трансформер. То есть, понятно, что перевозить с места на место большой чучел очень сложно. И вот Филипп Евтихевич Фидулов, которого мы видим на фотографии наш прославленный таксизермист, основатель музея, он как раз придумал такую конструкцию. А вот на второй фотографии видно, что изготовили каркас из толстой металлической проволоки. Да, и рельеф мышечный делали из соломы. Сейчас, конечно же, такого не применяется. Сейчас какие-то пенополиуретановые такие материалы уже ведут в действие. Конечно же, сейчас это все делать проще, это долговечнее. Но несмотря на то, что этот слон был сделан в 1917 году, он до сих пор у нас стоит, прекрасно выглядит. И там солома внутри? Да, там внутри солома, то есть ничего не изменилось, ничего мы не поменяли. Деревянные бивни, хобот сделан тоже из наполнителя, там солома и опилки, и обмазан глиной. Ну смотрится очень хорошо, очень качественно сделан. Сейчас вы разочаруете детей. Нет, ну почему? Он же там сверху-то он весь натуральный. Нет, наоборот, всегда очень интересно, да, из чего и как делается. Мы детям рассказываем, они с большим интересом слушают. Это ты сам видишь, у тебя не детская мышление. Ну, понятным причинам, конечно, посмотрите на меня, и вы все поймете. Я хотел спросить вот еще о чем. Оль, я задам вопрос, а после перерыва мы вернемся, как раз вы на него ответите. Я хотел спросить вот о чем. Ну, изготовили макет, да, будем так называть. За ним нужен ли какой-то уход? Вообще, насколько это сложно? Или вот он стоит, и он стоит уже годами, десятилетиями и так далее и прочее? Нет, сохраним. Это его уход. Но у жены, конечно же, специализированы за разным-разным. И тогда об этом... Давайте об уходе поговорим чуть-чуть попыше. То есть я к вам вернемся через несколько минут. Ох, хорошо-то как говорим. И вне эфира, и в эфире. А у нас всегда-то. У меня, знаете, лохматость повысилась уже просто. Ольга Артемовна у нас в гостях. Оль, задал я вам вопрос по поводу ухода за макетами, правильно называть, да? Ну, чучело. Чучело, да. Если изготовлено с натуральной шкурой, мы это называем чучело. Но, конечно же, самая главная опасность, что насекомые могут поселиться в шерсти, в перьях. И, конечно же, чучело обрабатываются. Но для посетителей это абсолютно безболезненная процедура. Потому что это все делается в дни закрытых дверей. Как раз вот мы не работаем в понедельник, в последнюю пятницу месяца, когда это все происходит. Поэтому для посетителей безопасности нет. Но за ним и постоянно. У нас есть целый отдел фондов, где специальные научные сотрудники следят за их сохранностью. Периодически проверяют, обрабатывают для того, чтобы сохраняться. То есть, подожди, сегодня у нас выходной получается. Сегодня пятница? Ну, смотрите, сегодня каникулы. Поэтому мы открываем двери даже в санитарные дни, потому что желающих очень много в санитарный день переносит. Так, подождите, а вообще по пятницам? Вообще по пятницам мы работаем. Последняя пятница месяца не работаем. Слышу и не слышу, понимаешь? У меня, видимо, вот такая вот тяга. И понедельник, Валерий, день выходной. Я в следующий раз, наверное, в пятницу последний раз в месяц предыскану, ну что ж такое, ну как же так. Ну, это стандартная схема для работы в музее. По понедельникам многие музеи не работают. Так, а можно еще немножечко прочучить? Вы сказали, что их обрабатывают, а изготавливают-то их как вообще? Есть тоже разные технологии, но вот сейчас пользуются скульптурным так называемым методом. Это когда форму того животного, который мы хотим создать, вылепляют. Ну, например, из пластилина. Ну, то есть если это большое слово, значит, мы лепим большого слона. Затем делается отлив формы из гипса. То есть получается такая вот гипсовая форма, которую мы потом можем заполнить чем угодно. Это работа художника прям полноценная. Притом, да, очень вот оксидермисты, они сочетают в себе две такие черты. С одной стороны, нужно быть очень хорошим биологом, потому что вот эти вот контуры животного, все особенности мускулатуры нужно знать. С другой стороны, это, конечно, художное чутье, потому что, во-первых, мы же не поставим просто так чучело. Нужно как-то окружить его красивым ландшафтом, придать ему какую-то позу, которая бы рассказывала нам что-то о жизни этого животного. И вот из этих гипсовых форм как раз обычный папье-маше делали раньше. Сейчас как раз пенополиуретан используют. Заполняют эту форму, мы получаем каркас, на который уже потом надеваем шкуру и получаем чучело. Оля, а сколько примерно времени уходит? Ну так, в среднем, вот на такого большого животного. Ну вот на того слона, которого мы смотрели, на всю гордость. Мне кажется, это год можно делать. Полгода. Полгода? Шло в детальный чучело, но Филипп Евтихевич, он один над ним работал. Поэтому, ну, это полгода. В зависимости от сложности и, опять же, от сохранности самой шкуры, то есть если все хорошо, это проще. Если там где-то есть какие-то потертости или это, то нужно тоже восстановить все, чтобы выглядело красиво. Слушайте, мы вернулись к этому слону, у него ведь история. Да, вот эта интересная история, которую нам начали рассказывать, откуда вообще, что это. Откуда попадают там экспонаты, да, и пути бывают часто очень разные. Но вот этот вот слон, африканский слон, который стоит в нашем зале многообразия, везде на каких-то открытых мы можем видеть как раз вот этот вот... Это те фотографии, которые мы показывали, или нет? Да, это вот этот слон, который разборный. Солома, где внутри? И часто, если вы увидите где-то там Дарвиновский музей, сразу выплывает вот эта фотография нашего центрального зала, где африканский слон, индийский слон, жирафы. И вот как раз африканский слон, у которого длинные бивни. Вот его история интересная. Но вообще каждый экспонат, конечно, сохранит в себе какую-то историю. Везде есть какие-то загадки. Вот этот вот слон принадлежал цесаревичу Алексею, то есть сыну Николая II, содержался в Санкт-Петербурге в Зверинце. Потом, непонятно по каким причинам, решили его перевезти в 1917 году в Москву. По дороге слон заболел, умер. Но умельцы быстренько присвоили себе все, что осталось от слона, но оставили шкуру. Шкуру засолили в бочках. А эти бочки тоже неизвестно каким путем попали в подвал Политехнического музея. Представили там 10 лет. И в 1927 году их обнаружили. Случайно практически. Случайно, на самом деле. Передали в Дарвиновский музей, нам это более по профилю. И вот Филипп Тевтихович как раз выполнил это чучело. Ну и, конечно же, шкура слона к этому времени приобрела твердость доски, твердость дерева. То есть там были у нас фотографии, мы даже смотрели. Просто несут, как будто бы несут доску. Задубел, говорит. Задубел, да. Поэтому понятно, что ее шкуру размочили, счистили ее, потому что шкура слона очень толстая, 4-5 сантиметров, до толщины 1 сантиметра ее счистили. И затем вот на тот каркас, который мы увидели как раз на салону, поместили. Очень сложный. А два слона у вас там стоит, да? Два слона, да. А слева потом, если я стою к ним лицом, слева потом идут обезьяны-лемуры. Попугаи. А дальше попугай в углу, я помню. Ну, мы как раз от саванны, если пойдем в другую сторону, мы увидим витрины, посвященные тропическим лесам. Там мы можем встретить и павлина, и аргутана, и африканские тропические леса, где чучело-гориллы, тоже, который является гордостью, его тоже выполнил Филипп Ютиши. Оль, давайте прервемся, у нас буквально вот несколько минут перерыва, и, друзья, продолжим нашу программу. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы тут обсуждаем, как интересно, да, что песня называется «ДНК». Очень в тему, потому что в Дарвиновском музее... Такой, ну, косвенный, но имеет отношение с людьми. Ну да, там же изучают ДНК-банана, и вот поэтому Джиган и... Ну и, друзья, еще раз напомним, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея, Ольга Артемова, у нас сегодня в гостях. Продолжаем наш раз... На чем мы закончили? Слушайте, мы... А, мы же хотели еще по полу. У вас же много всяких мультимедийных, модных, в хорошем смысле этого штучек. То есть можно прийти, уйти не с пустыми руками. Да, но если мы говорим о мультимедии, конечно же, мы эту технологию не можем не использовать, потому что в этом нет ничего плохого, если ее грамотно использовать. Ну, раньше были фотографии, теперь мы можем это показать лучше, нагляднее. Конечно же, мы это используем. И вот, ну, мой самый любимый пример применения мультимедийных технологий... Теперь и наш тоже уже. Да, вот такие поющие календари. Я их тоже, когда они появились, не сразу поняла, в чем у них тут нюанс. Здесь есть QR-метка, и когда мы на нее наводим смартфон, мы попадаем на страничку, где можем прослушать голоса птиц. Птиц нашей Москвы и Московской области. А вот на конкретной фотографии конкретной птицы будет звучать именно ее голос, да? Да, именно ее голос. И там можно выйти в фонотеку и послушать и другие голоса птиц. А что за птичку мы сейчас показываем? Ну, здесь садовая грехвостка, и здесь есть зяблик. Вот как раз они сейчас прилетают. Зяблик! Я зяблика видела недавно. Вот правда, я вам серьезно говорю. Типичная, да, для наших... Ты удивишься, ты и сейчас его видишь. Нет, я его же днем видела. Я просто до этого... Ну, я же не местная. Я смотрю, какая-то незнакомая птичка. Я к ней так подхожу, думаю, что это, что это? Ну, гигантский воробей. Думаю, ну нет. Еще можешь взять теперь смартфон, навести на фотографии и послушать голос великолепный. Так, ладно, я-то все сделаю. Давайте рассказывать, что еще есть. Ну вот, да, чтобы опознать тех птиц, животных, которых у нас можно встретить в Москве, в Московской области, у нас, во-первых, есть занятия в ЭК-центре, которые посвящены отдельно рыбам, птицам. И они от детей от пяти лет до бесконечности, да, то есть пока есть интересы. Но, опять же, они тоже ранжированы для детей дошкольного возраста попроще и так далее, и так далее. Взрослых детей принимают там? Да, принимают. И у нас взрослые люди приходят на серьезные мероприятия. Вот, например, кто оставил след? Вот тоже такая очень интересная мультимедийная наша новая разработка. Но, с одной стороны, это набор открытых, где мы видим следы животных, их разные погрызы. Ну, там и диск внутри еще, да, у вас? Есть диск, да, в котором записана как раз программа, которую мы используем в ЭК-центре, где можно потренироваться и определить вот эти следы животных, потому что очень часто, гуляя в парке, мы можем увидеть погрызанную шишку и по этому погрызу уже узнать, что здесь было именно это животное. Оля, у нас остается буквально 30 секунд. Давайте еще раз скажем. Музей со скольки до скольки, по каким дням, чтобы никто не ошибся. Музей у нас не работает только по понедельникам и в последнюю пятницу месяца. Так он работает во все остальные дни, выходные тоже. С 10 до 18.00. Советую всем заходить на наш сайт darwinmuseum.ru. Мы есть и в социальных сетях, ну, Дарвиновский музей забиваем и везде окажемся. Да, любой поисковик подскажет. И внимательно посмотреть, что мы предлагаем в этот день, чтобы не пропустить что-то интересное. Друзья, Ольга Артема была у нас в гостях. Ольга, большое спасибо вам. Было очень интересно. Спасибо. Наука и технологии на телерадиоканале Страна ФМ.